Всем привет! Вы видите и слышите Лёшу Халецкого, и я записываю это мнение дилетанта скорее для того, чтобы успокоить тех людей, которые мне уже множество сообщений прислали, всё ли со мной хорошо, жив ли я. Ну, дело в том, что небольшой перерыв на канале случился с видео, и это не потому, что со мной что-то случилось. Я сейчас в двух тысячах, больше, чем две тысячи километров от Минска, вместе, не буду рассказывать в каком, потому что потом тоже у меня будет видео на канале по этому поводу. Но самое интересное, что это связано с пошаговыми стратегиями и вообще с ЦИЛой в частности, и вы даже, как сказать, не можете себе представить, каким образом связано. Это очень интересно, и позже я об этом расскажу. Но дело в том, что я тут очень занят, и я надеялся, что там будет время что-то с каналом делать, но вот сейчас в субботу-воскресенье хоть как-то немножко отдохну. У меня получалось, что я рано утром уезжал, и вечером приезжал, ложился спать, и всё, и больше ничем не занимался. И несмотря на то, что у меня даже несколько видео было, ну, точнее, я уехал, просто оставил дома компьютер, чтобы загружались видео, они у меня загрузились. Есть на канале загруженные видео, но я их не публикую просто даже потому, что нет времени сделать обложку для них. Вот даже до такого дошло. Ну, надеюсь, что на этой неделе как-то несколько видео всё-таки будет. Ну, и через неделю я должен вернуться домой в начале мая. Так что всё продолжится. Не волнуйтесь, я канал не забросил, если вы про это. И со мной всё хорошо, жив, здоров, как видите, красавец и прочее. Ну, просто делать видео, чтобы вам об этом рассказать неинтересно, заодно я вот решил записать мнение дилетанта, тем более, что у меня в комментариях просили высказать своё мнение по поводу развития искусственного интеллекта, и когда вообще машины, наконец, заменят человека в умственной работе. Ну, моё мнение такое, давайте вообще немножко к началу вернёмся, к началу времён, что ли. Человечество всегда хочет, ну, я бы так сказал, лень, лень – это двигатель прогресса. И человечество всегда хочет заменить какие-то свои, то, что оно делает, сделать проще, чтобы у человека было больше времени ничего не делать, ковыряться в носу, смотреть в окно и развлекаться. Поэтому сначала одомашнили животных, животные начали пахать поля, придумываются разные механизмы постоянно, только чтобы меньше человек работал и больше там занимался, например, умственным трудом и так далее. И вот сейчас мы приблизились к тому моменту, когда компьютеры, машины начинают опережать человека и в умственном плане. То есть, к чему вот меня остались задавать вопросы и говорить про искусственный интеллект, потому что недавно компьютер впервые победил чемпиона мира по игре Go. То есть, если Каспарова в шахматах победили давным-давно, то вот игра Go была последним бастионом, если хотите, где человек постоянно побеждал машину. Теперь же, и этот бастион пал, компьютеры лучше людей играют в Go, и по этому поводу я слышу вокруг мнение, что всё. Теперь то время, когда машины поработят человечество и станут главенствующим видом нашей планете, буквально не за горами. Ну, я, в общем, с этим категорически не согласен. Во-первых, начнём с того, что я не верю в создание компьютера, который будет умнее человека. Понимаете, дело в том, что ум – это такое довольно абстрактное понятие. Потому что, ну, там, даже, предположим, Альберт Эйнштейн, он в школе не был отличником, да, хотя некоторые считают, что оценки в школе – это офигенный показатель ума человека. Если ты заканчиваешь школу с золотой медалью, то ты очень умный. Всё, конечно, совершенно не так, и ум в разных областях может по-разному проявляться. И тут скорее имеет смысл говорить о человечности, что ли. Так вот, никогда машина не станет человеком. Она может намного быстрее производить операцию у себя в своём кремниевом мозгу, она может быстро находить какие-то решения. Но на самом деле всё будет сводиться к тому, что мы некоторые свои обязанности человеческие, да, спихнём на машину, она будет какие-то проблемы решать. А мы себе опять найдём другие проблемы. Так было всегда. Ну, блин, грубо говоря, вот, когда появились там роботизированные руки, да, до этого за конвейером всегда стояли люди. Они переносили одну деталь на другой конвейер, собирали там и так далее. Теперь люди заменены машинами, роботизированными приспособлениями. Можно ли сказать, что здесь роботы победили человека? Нет, конечно, роботы, просто человек заменил себя на этом месте машинами, а сам пошёл заниматься другими делами. В другой сфере деятельности пошёл себя применять. Или вот сидят кассирши в метро. Естественно, очень скоро они все будут заменены просто автоматами по продаже билетов, жетонов. Я вообще удивляюсь сказать, что до сих пор этого не происходит. Ну, точнее, я понимаю, тут проблема не в деньгах, чтобы эти автоматы поставить, а проблема в том, чтобы этих кассирш потом где-то трудоустроить. Это ведь тоже надо принимать во внимание, что людям надо где-то работать. И вот внедрение, на самом деле, всех этих высоких технологий больше стопорится в том моменте, где людей надо куда-то трудоустраивать. Но всё равно человек постепенно будет заменять всякую монотонную и нетребующую большого воображения работу компьютерами. А вот там, где требуется человечность, вот именно то самое воображение, да, человеческие какие-то пороки, ну, блин, вот человечность. Именно, я не знаю, как это описать другим словом, кроме человечности. Там человек всегда будет главенствовать. И другим людям, другим людям всегда будет милее вот это, именно эта самая человечность, чем компьютерная роботизированная помощь. И есть известный такой синдром, не синдром, как-то называется, проблема зловещей долины. Сейчас я погублю в этот момент. Эффект зловещей долины. И он заключается в том, что любые попытки сделать искусственный объект как можно более похожим на человека у людей вызывают отторжение. Чем более это искусственный объект похож на человека, тем более неприятственное к нему отношение у людей. Причины, кстати, этого эффекта еще до конца не изучены, непонятно откуда это, но чем более робот похож на человека, человек все равно замечает какие-то минимальные отклонения от нормы, и у него это вызывает отторжение. Грубо говоря, если вот робот действительно выглядит как робот просто, к нему лучшее отношение будет у людей. Так вот, во всем этом касается, что человеку все равно приятнее будет общаться с человеком. Вот это та самая человечность. Поэтому я вообще не боюсь, что роботы, компьютеры везде заменят людей и нас поработят. Люди будут все равно вот в своем анклаве людей, если хотите. И они, мы, ну блин, они, почему я к людям они обращаюсь, мы все равно создаем роботов, которые требуются нам в каких-то сферах. Ну, сейчас уже появляются нейронные сети, да, вот эти вот всякие нейронные роботы. Мне, естественно, в комментариях возразят, что робот может самообучиться, начать заниматься самообучением, и тогда он к чему-то там придет такому, чтобы всех нас уничтожить внезапно. Ну, знаете, такой вопрос, если бы докобы. Я, опять же, возвращаюсь к тому, что я не представляю, как человек может создать такой самообучающийся мозг, который превзойдет человеческий. То есть это такой, ну блин, сама постановка, в самой постановке вопроса уже есть опровержение. То есть человек создает мозг, который будет лучше его собственного мозга. Ну, я считаю, это невозможно. Человек может создать что-то приближенное к себе, а потом он внезапно будет самообучаться и становится все лучше и лучше и лучше. Да нет, конечно, невозможно. Я представляю, что, да, могут создаваться там такие вот нейтронные мозги на уровне кошки, предположим, какого-нибудь там трехлетнего ребенка, но у них не будет никогда возможности к самосовершенствованию. Постепенно, может, со временем эти мозги будут все лучше и лучше, там они начнут действовать на уровне, не знаю, там 20-летнего какого-нибудь человека. Когда-нибудь, причем я говорю не через несколько лет, а, я думаю, через несколько сотен лет к такому придут. Но при этом и само человечество будет развиваться. Оно, блин, каждое поколение людей, это прям видно, как мы постоянно улучшаемся, все умнее становимся и быстрее решаем. Даже вот наша информационная сейчас эра, мы намного быстрее должны воспринимать информацию, намного быстрее происходят всякие новые открытия и прочее-прочее. Поэтому, ну и с другой стороны, хорошо, вот предположим, даже просто предположим на минутку, что действительно будут роботы какие-то умнее нас. А что в этом, вот почему у многих людей боязнь столкнуться с кем-то или с чем-то лучше или умнее себя? Я, наверное, наоборот, стараюсь именно общаться с людьми, которые умнее меня. Только так можно самому стать умнее и улучшиться, когда ты стремишься к чему-то, что лучше тебя. Но, опять же, я повторю, что я не представляю, как человек внезапно создаст мозг, человечество вообще в целом, которое будет круче него самого. И, соответственно, чтобы роботам нас порабощать, роботам нужно, во-первых, самосознание, во-первых, во-вторых, у них должно быть какой-то цель для этого порабощения, просто уничтожение. Ну, действительно, вот нафига роботам нас вообще порабощать? Если уж к тому идет, то, видимо, просто уничтожить человечество, чтобы не было конкурирующей расы за ресурсы. Просто у нас уничтожить. Но, опять же, уничтожение того, с кем можно сотрудничать, это невыгодно. То есть, пока эволюция на данном этапе и все последние изыскания и прочее показывают то, что то тех, с кем можно сотрудничать, уничтожать невыгодно. Всегда выгодно сотрудничать все равно. Но это, опять же, такое предположение, что роботы именно дойдут до такой стадии. Я в это не верю, потому что на данный момент у нас даже не могут искусственный интеллект для игр нормальный создать. Кстати, по поводу искусственного интеллекта для игр, в моем понимании это... Вот, знаете, у нас почему-то всегда в какие-то крайности все разработчики уходят. Либо это какой-то тупой искусственный интеллект, или ты должен сам себя развлекать, придумывать всякие ограничения для того, чтобы у тебя было сложно, либо реально сложный, какой-то зубодробительный вообще. Ну вот, не знаю, возьмем XCOM 2, например, да, когда мне народ пишет, что... Да нет, эта игра классная и сложная, просто ты играл не на высоком уровне сложности. Вот ты поставь Iron Man, да, там, где сохраняться нельзя, самый высокий уровень сложности, и вот тогда это действительно интересная игра. Ребята, сложность в игре происходит не тогда, когда ты скрипишь зубами, потому что разработчики дали кучу бонусов компьютерному сопернику, а тогда, когда компьютерный соперник действует умно и сложно. Конечно, компьютерный соперник никогда не сможет сравниться с человеком, но в первых нескольких играх тебе должно быть сложно, в плане не потому, что у них больше денег, больше мощности, чем у тебя, а потому что он действует интересно. Вот для сравнения, не знаю, вот Dark Souls 3 вышел, да, например, и там пишут, что ты идешь с кем-то биться, тебя соперник выносит с двух ударов, а ты должен его, там, десять раз замочить. Вот это, по-моему, неправильная сложность. Зато интересно в Ведьмаке было, ну, вот сейчас я играю, когда там на тебя нападает куча разбойников, и они тебя окружают, действительно, и каждый пытается тебя отвлечь, чтобы в это время другой тебя ударил. Вот в этом сложность. И ты ощущаешь себя классным чуваком, когда ты, понаблюдав за действиями своих соперников, начинаешь понимать их тактику, и выходишь потом из битв победителем, потому что ты понял, как они действуют. Вот это интересная сложность. А не, чтобы этим разбойникам тебе надо было их десять раз ударить, а они тебя убивали с первого или со второго раза. Это не сложность, это издевательство над игроками. Так я к тому веду, что даже разработчики игр, там, прочее, они пытаются добавить искусственному интеллекту не мозгов, а просто каких-то бонусов. А мозгов, вот действительно, чтобы... Вот почему человек в сетевой игре всегда более сложный соперник, чем компьютер? Потому что он человечен. Он может начать действовать иррационально, например, да? Вы можете не понимать, что он делает. То есть, вот нельзя просчитать заранее, что он будет создавать или делать. И это всё потому, что у человека есть воображение. У него есть, не знаю, свои какие-то особенности, плохие черты. Ну, тут можно это долго обсуждать, у меня так лучше, наверное, солнышко видно, да? Но, с другой стороны, вот как бы для меня существуют всё равно две проблемы в этом плане искусственного интеллекта? Ну, во-первых, самое вообще банальное и лежащее на поверхности то, что искусственный интеллект могут запрограммировать плохие люди, уничтожить человечество. Ну, в данном плане, естественно, я не считаю, что это восстание машин, что это роботы решили нас всех поработить. Это, опять же, люди против людей. Просто они используют машины. И сейчас, конечно, этого на самом деле полно уже, потому что летают дроны, очень много механизированной военной техники. Ну, при чём тут искусственный интеллект? Да ни при чём. Это всё равно ими управляют люди. Так что... Это страшный, конечно, сценарий, но против человека можно как-то договориться. А вот второй сценарий интереснее, что может просто так произойти, что искусственный интеллект может нас уничтожить не потому, что он злобный, а просто по какой-то случайности. То есть он может быть запрограммирован на одно, но может решить, что люди в данной ситуации являются лишним звеном и уничтожить. То есть мы всегда, вы знаете, обсуждаем злой искусственный интеллект, исходя из его... из того, что он специально хочет уничтожить людей. Но, по-моему, самый страшный сценарий именно в том, что искусственный интеллект вообще пофигу будет. То есть будет создана какая-то программа, которая людей просто не заметит и уничтожит их случайно. Вот это вполне такой реальный сценарий. При этом никакого интеллекта сверхвысокого у него может и не быть вообще. Просто, опять же, то есть этакое самоуничтожение человечества через искусственный интеллект абсолютно случайное. Вопрос только, сможем ли мы успеть заметить развитие такого события. И... Ну, опять же, это слишком много ресурсов должно быть у этого искусственного интеллекта. Но никакого намеренного намеренного уничтожения человечества от искусственного интеллекта я вообще не могу себе представить, что-то такое могло быть. А вот случайное вполне, вполне. Но с тем же успехом мы можем каждый день ждать и ядерной бомбардировки от людей. И тут еще вопрос, кого мы должны больше бояться, искусственный интеллект или людей. Я лично больше боюсь людей. А от искусственного интеллекта я жду ну, только следования тем командам, которые в них заложены. Самосознание искусственного интеллекта я ну, во всяком случае, при своей жизни не верю, что он появится. То есть, я немного уточню. Вот самое страшное в искусственном интеллекте, что он может быть не похожим на людей. То есть, он будет действовать так, как никакой человек не может представить себе. И ну, как бы его побуждение и действие... То есть, вот во всех фильмах, где мы видим страшный искусственный интеллект, он на самом деле очень очеловечен. Он действует все равно как человек. А чтобы все-таки искусственный интеллект уничтожал человечества, он должен быть со своей какой-то машинной логикой. Но дело в том, что на нашей планете у нас компьютеры все равно создают люди. И у машины, какая бы она ни была самосовершенствована, у нее все равно будет очень во многом логика человеческая. То есть, она не будет очеловечена, не будет вот в ней не будет той человечности, о которой я говорил, не будет воображения. Но действия вот логические цепочки, которые в нее заложены создателями, программистами, все равно будут очень человеческие. И я не представляю, как можно из этого круга выйти. Это, знаете, все равно, что нам, например, понять, как думает осьминожка. Хотя мы все равно можем понять, что она немножко такой биологический вид в некотором смысле схожий с нами. И, кстати, в некотором роде, вот по поводу второго сценария, что искусственный интеллект может нас вот так уничтожить в некотором роде случайно, говорит, как это называется, боже, все я забываю, парадокс Ферми, по-моему. Парадокс Ферми, вот о том, что мы должны были давно и давно встретить инопланетные цивилизации. Парадокс Ферми заключается в том, что куча вообще звезд во Вселенной немерено, однако мы до сих пор не видим никакой заметной деятельности инопланетных существ. И есть такая теория, ну, там несколько вариантов, может быть, что, ну, во-первых, возникновение жизни это такое вообще случайное офигенное событие, что нам повезло, и мы единственные во Вселенной. А есть другой вариант, что есть какие-то определенные фильтры, через которые все разумные существа просто пройти не могут, фильтр какой-то. И человечество просто не достигло этого фильтра еще, то есть мы на определенном этапе можем быть уничтожены, что происходило со всеми живыми существами во Вселенной. И одна из теорий, что этим фильтром как раз является искусственный интеллект, вышедший из-под контроля живых существ. То есть все планеты, где возникала жизнь, они в итоге были уничтожены искусственным интеллектом, который начинал выполнять какие-то свои задачи безостановочно просто и таким образом уничтожал жизнь. Тоже вполне согласуется вот с сошедшим ну это не сошедший с ума искусственный интеллект, конечно, это неправильно так говорить, но на определенном этапе вот искусственный интеллект стерилизует планету. В общем, по-хорошему есть два две группы людей по поводу искусственного интеллекта скептики и оптимисты как всегда, да, то есть скептики считают, что искусственный интеллект нас всех уничтожит в итоге, а оптимисты считают, что искусственный интеллект роботы и прочее приведут, улучшат человечество, придут нас к процветанию или там как минимум к вечной жизни, например, чтобы ну наши мозги пересаживались в роботизированные тела, да, и мы продолжали еще долго существовать или, например, наше сознание оцифровывалось как-то, предположим. Так вот, я отношусь к оптимистам, несомненно. Я считаю, что создание, в общем, прогресс, я за прогресс, я прогрессист и всегда считал, что прогресс приводит только к улучшению нашего качества жизни, к процветанию и прочему-прочему. Ну, а в комментариях, я думаю, ко мне придут и скептики и возразят по многим моим тезисам. Ну, собственно, для этого и создано мнение дилетанта, где мы можем поспорить и прийти к какому-то мнению или выслушать оппонентов. На этом все. вы видели и слышали Лешу Халецкого. Постараюсь почаще выкладывать видео в дальнейшем. Ну, жду ваших комментариев. До свидания. До свидания. До свидания.